Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, я уже много всего обозревал во всех вот этих вот GTA-самповских проектах на Android, GTA-крмп проектах на Android и во всех-во всех прочих вот этих вот случаях. Я обозревал либо скины, либо интерьеры, либо машины, либо вот нечто прочее. Как вы понимаете, самыми частыми из всех вот этих вот предметов обзора были машины. Вот. Потому что, типа, началось с машины. Я такой, ну почему бы там, знаете, не продолжить всё это делать с машинами. И вот реже всего, насколько я могу вспомнить, были именно скины персонажей. Потому что, ну, я не знаю почему. То есть, наверное, этот вопрос нужно задавать не ко мне, а к людям, которые постоянно вот делают какие-то обновления для всех вот этих вот серверов. Потому что постоянно там одни машины. Я не понимаю, почему я ненавижу машины всем сердцем и, наверное, никогда бы не сел за руль. Тем не менее, я должен идти против своих убеждений и обозревать все вот эти вот, знаете, модельки машин. Для чего, зачем, я не понимаю. Абсолютно. И ни у кого, наверное, нет ответа на этот вот мой вопрос. Поэтому мы сидим, мы ждём, пока появится что-то новое. И вот оно, наконец-таки, появляется. И сегодня мы с вами обозреем. Хотя, кто мы-то с вами? Вот постоянно, знаете, вот это вот ютуберское, видеоблогерское и всё вот это вот прочее чутьё. Когда ты постоянно говоришь, что мы с вами. Вот это не мой канал, это ваш канал. Это не я обозреваю, это вы обозреваете. Это, знаете ли, не мои просмотры, это ваши просмотры. Или там покупает себе ютубер какое-нибудь оборудование, всё прочее. Это не моё оборудование, это ваше оборудование. Вот вы меня смотрели, поэтому это ваше, это вот ваши просмотры вложены во всё это, поэтому это ваше. Нет, абсолютно точно не ваше, сегодня просто я обозрею все вот эти вот скины, которые нам представит и уже представила и сделала все прочие вещи Black Rush. Поэтому давайте сейчас ко всему этому мы перейдём. Скин правителя Северной Кореи на Black Rush. И тут, как мы можем понять, у нас тут Ким Чен, вот все прочие чуваки, там, то есть Ким Чен Ин, все вот эти три долбоёба. Хотя нет, подождите, тут всего один человек, тогда очень странно, то есть Ким, вот Кима-то я вижу, а Чен Ин где? То есть почему один только человек? Тут три человека должно быть. Ракету я тоже вижу, там, знаете, ещё и логотип Black Rush, то есть в целом сделано всё хорошо и, ну, так далее. То есть лично мне вот, как я посмотрел на этот скин впервые, мне он понравился очень сильно. То есть я прямо смотрю, думаю, блин, они реально сделали Ким Чен Ин, но только вот где они его будут использовать? Типа, возможно, в организациях, там, знаете, армии и всего прочего они будут всё это использовать или как? Не особо понятно. И, типа, ну ладно, мне это всё понравилось, у меня-то, в общем-то, всё хорошо. Однако, мы переходим к моей самой любимой рубрике под названием «Обзоры комментариев». Где человек пишет, даже тут нормально скин по пропорциям смоделировать не смогли, скинмейкер, видимо, не особо талантлив. У него 17 лайков и 16 ответов на его вот эти вот все комментарии, комментарии и так далее. И некоторые даже согласны с тем, что вот написал данный оратор. При том, что я не особо понимаю, а в чём претензия-то, ну, типа, Ким Чен Ин и Ким Чен Ин. Если когда, там, не знаю, человек будет нажимать клавишу «С», если, ну, типа, присесть, если скин не будет, там, знаете, как-то хуёвить и так далее, то, разумеется, типа, ну, всё неплохо. А сейчас я на всё это смотрю и думаю «Блядь, серьёзно? Чё это вообще за пиздец? Типа, вы чё, серьёзно, блядь?» То есть, скин, а как вообще вот по этому скриншоту можно хоть что-то понять? То есть, пальцы есть, голова есть, и вроде как всё сделано даже лучше, чем какие-нибудь, там, я не знаю, машины на той же самой вот этой вот барвихе, блокраши и так далее. Потому что недавно я обозревал машину на блокраши, которая мне особо-таки сильно не понравилась, потому что там был такой очень странный градиент, и я сказал, типа, «Чуваки, вы чё, серьёзно, со всем этим выходите в свет? Вот, типа, вас серьёзно, всё это не смущает? Вы серьёзно вот всё это выпускаете? Зачем? Для кого? Нафига непонятно». Но в данном же случае даже я, понимаете, говнарь, который постоянно ко всему придирается, у которого, там, знаете, сам по обзору на 11 человек, если считать и первый, и второй сезон, то, разумеется, там на 11 человек. Человек, который постоянно, вот, знаете, не хочет говорить, что что-то сделано круто, что-то сделано хорошо и так далее, даже мне этот скин понравился. Но почему-то тут я не понимаю, в чём дело. Может быть, человек сетует на то, что, типа, скин должен был быть пополнее. Ну, я лично, мне кажется, что скин как скин. И, типа, какой он есть, такой он, типа, и есть. И как-то сейчас говорить, что вот, я не знаю, блядь, можно было сделать его пополнее, да хуя ебать, можно было на Луну уже слетать 500 раз подряд. И, типа, и что, и кто-то слетал из вас, вот тех, кто смотрит данный видеоролик? Нет. Поэтому, ну, типа, можете говорить, что да, Блокраша проплатила, там, знаете, после предыдущих видеороликов, она тебе проплатила такая, там, стояла, сидела и думала, Блин, вот надо, наверное, ему проплатить, что-то он там про нас вот это вот всё говорит, давайте ему проплатим, чтобы он такого уже больше себе не позволял, и всё. То есть, возможно, как-то так, кто-то подумает, но лично мне вот, даже вы сейчас посмотрите, ну, типа, неужели вам этот скин не нравится? Мне он очень сильно нравится, потому что он на белом фоне, и сам вообще этот скин одет в чёрную одежду. То есть, можно будет ластиком спокойно весь белый фон стереть и куда-нибудь вот, я не знаю, всё это вообще убрать и прочие вещи. То есть, на превью его прилепить можно спокойно, и прям вот за это отдельный респект. И при том, что даже вот эти вот сердечки, которые там есть, они тоже, в них нету белых элементов, я уверен, что они, там, знаете, останутся после того, как я ластиком сотру весь фон. Поэтому, я считаю, что скин получился прям хорошим. Возможно, это моё мнение, вернее, даже невозможно, а это моё мнение, и, разумеется, многие могут с ним не согласиться. Однако, это ваше дело, ваше тело и все прочие вот эти вот вещи, поэтому я не знаю. То есть, думайте, как хотите, но лично мне вот этот вот весь скин Ким Чан Ина, он мне понравился. То есть, Блэк Раши выходят в такую, знаете, коммунистическую немного пропаганду, чтобы дети с самых ранних лет, играя на Блэк Раши, они понимали, что вообще там и как. Хотя в Северной Корее, по-моему, не коммунизм, и, по-моему, даже не социализм. Хотя, ну, вопрос такой, нужно будет обратиться к историкам получше, чем я, потому что я в данной ситуации особо не шарю. Если кто-то из историков есть, вы там, знаете, в комментариях можете отписаться, поэтому мы все почитаем, спросим, скажем там вообще, а в Северной Корее коммунизм, не коммунизм, чё там вообще есть и так далее. И поэтому, ну, как бы, да, вот сделаем прочие вещи из-за всего этого. Однако, ладно, я думаю, что на этом мы закончили, скин обозрели, всё там с ним сказали, Блэк Рашу похвалили в очередной раз, потому что, ну, это и так топ-1 проект в ГТА КРМП на телефон, так мы его ещё и хвалим. То есть, это вообще-то замечательные новости вообще происходят во всей этой Блэк Раши и в прочих вещах они также происходят, как вы можете понять из всех моих видеороликов. Однако, ладно, я играл на проекте ArizonaRulePlayFenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод NOTOXIC54 находится в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти и там ознакомиться со всей информацией, которая вас будет интересовать по ходу, ну, наверное, всего этого видеоролика. Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому если вас всё это заинтересовало, в телеграм-канале, кстати, посты выходят каждый день минимум по одному, иногда бывает по 3, по 4, по 5, поэтому подписывайтесь, можете подписаться, выключить уведомления, хотя лучше, разумеется, так не делать. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика и увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20.00. Спасибо за 5000 подписчиков, кстати, всем пока и всем до свидания.